Гульнара Антипина уже несколько лет работает на заправке интеграла. Работа нравится. График сутки через трое мать двоих детей вполне устраивает. Но есть одно но. Уже 7 месяцев ей и коллегам не платят зарплату. Ну на сегодняшний день 61 тысяча минус 5 тысяч выплаты. Это не входит сюда мартовская зарплата. У меня двое детей, оба школьники. Надо и питание. И дома питание, и школа питания, и одевать. Здесь ручки, карандаши, это все ломается, теряется. Особенно пацан такой мне, как бы все нужно, требует. Дети требуют, а мама ничего дать не может. Таких, как она, десятки. Сегодня к коллегам приехал сотрудник одной из заправочных станций интеграла в Янауле. Там на заправках сегодня люди объявили забастовку. А у вас сколько там заправок получается? Одна в Янауле. Одна? Да, одна, бензиновая, газовая. Под одной крышей. Вы думаете, поможет? А почему, я не знаю. Здесь работают и пенсионеры, и молодые. На днях, не выдержав, уволился один из опытных электриков. Люди говорят, из-за долгов по кредитам и квартплате их коллегу теперь ждет суд. Он хороший специалист. Вот сейчас без специалиста остались. Я не знаю, сейчас как быть. Это самый электрик, электроник. Постоянно у нас электроника здесь. Вот он уволился, а у него суд там завели. Он не может выплачивать это суду. Потому что интеграл не дает денег. Если бы давали деньги, я говорю, хорошо бы выплачивал. И сейчас даже еще квартплата там еще тоже. Последние выплаты были по две тысячи на Новый год и женщинам. Три тысячи на 8 марта. Саму же зарплату не получает никто. Ни рядовые заправщицы, ни мастера. Последняя отработала в интеграле целых 15 лет. В итоге вот так вот отблагодарили, так сказать, за безупречную службу. Люди говорят, не думали, что руководство ни во что их не ставит. Просто семь месяцев не получать зарплату и оставаться на рабочем месте. Тоже как-то. Мы просто преданы интегралу. Мы всегда, уже вот я, например, здесь очень много работ, 15 лет. Сперва с операторов начинала, теперь на мастера. Пришла газовая заправка. Как бы все интересно было. Сегодня, как и всегда, в последнее время на газовой заправке клиенты появляются регулярно. Приезжают не только из-за низкой цены, но и потому, что доверяют сотрудникам. Нарушений нет, ничего такого. Все нормально. А сотрудники решили? Интеграловцы в недоумении. Руководство недавно снизило цены на голубое топливо. Оно здесь дешевле, чем у других на целых 2 рубля. Но на зарплату денег найти не могут. Целых 7 месяцев. Зато объявили. В одностороннем порядке оклад снизили до 7 тысяч. А работать вместо сутки через трое будут теперь сутки через двое. Очень обидно, конечно. Работаешь, исполняешь. Вроде исправно хожу, не болею, без пропусков. Все, что нужно от нас требуется. Исполняем, стараемся. Оплаты нет никакой. Обидно. Люди работают и ничего не получать. Желания нет ходить на работу. Вообще никакого. За комментариями мы обратились в ОАО «Интеграл». Они от проблем открестились просто. Свои заправки они сдали в аренду некоему предпринимателю Шакирову из Уфы. И проблемы людей, пусть и бывших сотрудников, их теперь не касаются. В январе 2015 года они у другого работодателя. То есть это не «Интеграловские работники». А лицензия на заправки висит ваша «Интеграловская» у другого работодателя. Дело в том, что эти заправки передают аренду работодателю в аренде. И все работники с «Интеграла» уволились и устроились на работу работодателю, который взял заправки в аренду. То есть вы им сейчас, фирма «Интеграл», им сейчас ничего не должно? Мы ничего не должны, да. По совету руководителя «Интеграла» мы позвонили непосредственно в приемную предпринимателю Шакирову. Его на месте не оказалось. Но обратите внимание, как представила сериетарь. Алло, добрый день. Добрый день. Это ООО «Нефтепродукт»? «Интеграл» «Нефтепродукт». «Интеграл» «Нефтепродукт». А Ильдуса Сагитовича можно услышать? Ильдуса Сагитовича нет, не будет его сегодня. То есть виновник никому неизвестный Шакиров. Это он, подлец, не платит зарплату сотням людей. Чьи семьи в буквальном смысле, как у матери-одиночки Гульнары, голодают. А секретарь просто перепутала, назвав свою фирму подразделением «Интеграла». Лилия Гарифульна, Денис Кузнецов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин